МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тогда пробегу все те сайты, которые вы наверняка уже знаете, и расскажу о том, как можно пользоваться тем же устройством, но в других не менее благих целях. У каждого из нас дома есть пылесос. Рассказывать о том, как пылесосом вытирать пыль с пола смысла нет. Возможно, не все знают, что можно вещи собрать в пакет, взять пылесос, откачать воздух, пакет уменьшится, займет меньше места в шкафу. То есть мы используем тот же пылесос, но в дополнительных не менее полезных целях. Так вот, вот эта стандартная платформа ТЭО для транслянной микрофигии, которая уже более 30 лет на рынке, это стандартные инструменты, которыми мы пользуемся, места соединения, которых наверняка все знают. И я расскажу о том, как можно то же самое устройство использовать в других целях, не менее полезных. И поскольку основное направление, для чего он использовался, вот на этом сайте, и более детально Юрий Викторович рассказывает о нем, то я хотел бы рассказать о том, как мы стали использовать не только мы, а вообще хирурги коллектальные в 21 веке. Ну, во-первых, интересная тема, которая активно развивалась, начала лет 10 назад, это локальное сечение остаточной опыли после химио-учевой терапии. Скажу честно, в последние 20-е годы мы это уже не делаем, потому что путем опыта и научных исследований уже доказано, что современные хорошие специалисты лучевой диагностики позволяют детально точно сказать, есть ли полонвет или нет, и иссякать эту опухоль для того, чтобы здесь уже не нужно. Также тема, которая активно развивалась лет 10 назад начала, но тоже сейчас немного притормозилась, это трансональная тотальная мезеркомектомия. Мы тоже набирали достаточно большой опыт, но сейчас также приостановили, потому что неоднозначные результаты по отдаленным, неоднозначные отдаленные результаты. Но я думаю, что эта тема рано еще поранить, просто нужны платформы, которые позволят делать это более качественно. И также провоцирующие название технологий двойного значения, о котором мы говорим чуть позже. Так вот, по поводу пациентов с хорошим ответом. Неопадима ли нам большая операция, когда мы имеем полный клинический ответ на химио-учивую терапию? Это исследование Маник МААС, около 3,5 тысяч пациентов было исследовано, и было установлено, что чем меньше размер опухоли, тем более вероятность полного ответа. То есть при Т1-Т2 достигает практически 70-80%. И вот исследование КАРЦ, которые включались в пациенты, которые формально подходят под хирургическое лечение, и можно сделать тальную мезерктороктомию по всем стандартам, но и вместо этого назначалось длинный курс химио-учивой терапии, и более 50% удалось сохранить сам орган, прямую кишку. Это исследование АКОЗОК США. Они добавляли оксалиплатин, получили больше процента органского лечения, но большую токсичность. Вот как это выглядит на видео. Остаточный рубец. После проведенного лечения клинический ответ белый абсолютно эпидемизирующий рубец на месте раннейшей опухоли. Вот с 13-го года мы занимались истечением этих рубцов для того, чтобы подтвердить, но потом скопировали знания, данные по МРТ, данные по эндоскопии, и сейчас для того, чтобы подтвердить полный ответ, мы больше так не делаем, потому что это усложняет в дальнейшем контроль динамики по МРТ, потому что лучевой диагноз видит рубец, и не может сказать, лезет там опухоль или нет. Это наши исследования, которые мы делали с 13-го по 16-е года. 38 пациентов отобрано с ранними стадиями рака, которые подлежат чистохирургическому лечению. Мы дали им длинный курс, и в периоде ожидания до реализации эффекта, это около 12 недель, и мы еще дали им 2 курса монотерапии капсистабидом для усиления эффекта. И по современным данным также подтверждается, что добавление акселепатина не улучшает частоту ответа, а добавление препаратов на основе 5-турацила улучшает. Так вот, из 38 пациентов у 15 клинически зафиксирован полный ответ. Они наблюдались без всякой операции, без всякого локального сечения. У одного только был локальный рост. Из 20 пациентов были сомнения в полноте ответа, но я еще раз говорю, что тогда, как мы и во всем мире, это был этап выяснения, насколько эта методика была действительно революционной, и мы должны были доказать, что... Потому что лечить аденокарциновом прямой кишки без операции было действительно на тот момент немножко удивительно. Два пациента не отреагировали на лечение, и им была выполнена дальнейшая радикальная операция. Так вот, из 20 пациентов, у которых были сомнения в полноте ответа, у 13 он подтвердился, у пятерых стадия была Т1, СМ2, Т3, двум мы сделали радикальную резекцию, три отказались под наблюдением. У тех, у которых был Т2, после учевой терапии, то есть опла не стягива, им сделана хирургическая радикальная операция. Таким образом, мы достигли благодаря методике 79% органа сохранного лечения, то есть пациенты живут и наблюдают до сих пор, без прогрессивного заболевания, более 5 лет, с сохраненной прямой кишкой. И это исследование, исследование нашей клиники входит в всемирную базу International Watch and Weight Database, и, соответственно, мы хотели бы понимать, насколько в нашей стране результаты сходятся с мировыми, и результаты этого исследования входят в статью, которая по данным 2018 года имела, наверное, один из самых больших импакт-факторов. И вот мы создали Russian Watch and Weight Database, которую, в принципе, те клиники, те специалисты, которые занимаются этим, могут подключаться для того, чтобы это эксклюзивные больные, и в каждой клинике набирается в год 10-20. Мы должны собрать какой-то общий материал, чтобы его успешно анализировать и понимать, насколько эти данные, которые собираются во всем мире, соответствуют популяции российского населения. Ну, контактный циотерапия Гордеев Сергея Сергеевича, который больше всего знает. В принципе, если вы хотите подключаться, пожалуйста. Так, и еще, так, теперь о том, как и с пылесосом. Для чего еще можем использовать это оборудование, представленное в данном случае компанией CarStorz. Пациент оперирован на четвертые сутки развился несостоятельность по задней стенке аппаратного анастомоза. Так, когда было выявлено прямо в первую панель, при обходе, мы сразу пациента отмыли клизмами и подали в операционную, и с помощью оборудования, так же, как и при технологии ТЭО, ушили дефект по задней стенке. То есть, к тому, что при наличии мануальных навыков мы можем эти технологии использовать не только по прямому значению, но и по дополнительному. Дефект был около полутора сантиметров. Захватом здоровой ткани по правой полокружности и по левой с помощью одной нити вилок удалось дефекту шить, мы, так как ушиваем тазовую брюшину и дренируем снизу, то риска того, что благодаря инсуфляции воздуха будет занесена инфекция брюшной полости, в данном случае нет. Так. В принципе, после этого мы понаблюбляли еще пациента и достаточно спокойно выписали, потому что, ну, как бы несостоятельность удалось ликвидировать. Вот. Так вот, от технологии дарного значения есть краткий экскурс, то был изначально в 50-х годах прошлого века изобретен военный радар в военных целях, потом во время его усовершенствования ученые обнаружили, что шоколадка в его кармане расправилась. Таким образом был изобретен, изобретена микроводовая печь. И вот таким же образом мы попытались придумать, для чего можем использовать другой аппарат компании CarStorz, B-Port, чем он отчаялся от классического, диаметр у него меньше, 30 мм вместо 40, и нет скошенного конца. С одной стороны, это хорошо, потому что мы можем переговорить на все 360 градусов. Но, скажу честно, если мы используем только для локального сечения, то классическая установка CarStorz удобнее. А этот аппарат мы стали использовать для немножко других целей. Это статья, сравнивающая ручные аппаратные астамозы, в которой доказано, что принципиально размеров с ними нет. И в целом все зависит от многих тарков хирурга и индивидуально от каждой клиники к клинике. Но, тем не менее, мы однозначно понимаем, что качественный ручной астамоз по нашему дому лучше аппаратного. Вот эта установка B-Port, которую мы используем для этой цели. Это пациент, рак прямой кишки на 10 сантиметрах, Т2Н0М0. Со стороны брюшной полости выполнена тотальная ампулы прямой кишки. Мы мобилизовали кишку. Со стороны ануса с помощью вот этого B-Port ушивается кисетный шов ниже оппуля, чтобы не было контоминации оппули с просветом ампулы прямой кишки. Оппуль пролоббирует, но, на самом деле, она чуть выше. То есть при затягивании вы увидите, что она вся уходит наверх. Таким образом, мы полностью отграничили зону оппуля от контакта. Сейчас со стороны брюшной полости происходит с помощью монополярного крючка отсечение дистальной культи, точно так же, как мы делаем линейно-режим аппаратом. Но мы решили ее отсечь для того, чтобы сформировать ручной сигмонектальный анастамоз. Завершается отсечение под контролем реализации снизу. То есть одновременно работают две камеры. Бюшной полость и со стороны ануса. Препарат удаляется через естественное отверстие. Вы можете видеть качественную тотальную взаеклоэкономию. Мы всегда проверяем краевой сосуд. Сейчас будет отсечена культя. Несмотря на то, что мы используем трехрядный линейно-режим, я, ну, это чисто мое такое, интуитивно, я всегда ее погружаю, потому что риски осложнений всегда какие-то есть, хотя и производители убеждают, что можно этого не делать. Мы всегда длинируем таз снизу и ограничиваем ушиванием тазовой зоны риска от бюшной полости. Заводится длиннаж, диаметр его 7 мм, абсолютно не напрягает пациентов. Вот сейчас вы видите, как со стороны промежности намечается линия резекции будущего анастамоза. Анастамоз по принципу «бок в конец». Вот через этот бипорт надсекается на противоближающем крае слизистая и мышечная, вскрывается просвет, сопоставляются края и со стороны промежности, по той же технике, с теми же нитками, с теми же инструментами, мы используем это оборудование для цели, для которой, я думаю, производители изначально его и не предполагали. Мы здесь также используем нить «вилок». Она бывает 15 см и 23 см, но 23 см неудобно в узком простанстве, она закручивается. Поэтому мы здесь используем две нити по 15 см, на заднюю полуокружность и на переднюю полуокружность. То есть формируется однорядный, непрерывный анастамоз сигмаритальный по типу «бок конец». Краинете дополнительно укрепились скрепками, это от компании «Вольф» круглые скрепки. Они удобны тем, что позволяют удерживать. Постолько это не просто ушивание дефекта, а именно циркулярный анастамоз, мы решили все-таки подстаховаться. Вот завершающий этап операции и окончательный вид сформированного анастамоза. И со стороны брюшной полости ушивается тазовая брюшина для того, чтобы отграничить. В случае возникновения нестаядности гнойные осложнения пользовались только в зоне малого таза без контоминации за брюшной полостью. В случае возникновения нестаядности, которая не может купироваться консервативно, вы видите, окончательный вид, полностью ушито тазовое дно. В случае возникновения нестаядности максимум, что нам требуется, это пациенту через мини-доступ в эфсистому. Вот эндоскопическая картина этого анастамоза на восьмые сутки. Мы просили эндоскописта завести туда эндоскоп и заснять нам, что он видит. Вот это восьмой день операции. Абсолютно нормальный анастамоз. Да, и вот самый частый спор, который бывает, и, наверное, был бы, если бы в аудитории были бы эндоскописты, потому что всегда, когда мы говорим об консиональной эндомикюргии в лечении опухолей доброкачественных или очень ранних стадий рака прямой кишки, эндоскописты говорят, зачем вы это делаете, мы сделаем то же самое и, возможно, даже лучше. В целом, этот спор будет проживаться всегда, и, я думаю, место уже сходит, нам лучше все-таки понять, как мы можем соединить наши усилия, чтобы сделать лучше. И вот это стандартные дискуссии, которые всегда возникают, и вот мы всегда оперируем тем, что при опциях размером более 2 см, основание, занимающем более 3 окружности, на схватках Хьюстона, близко к канунцу эндоскопизмам действительно тяжело. И также препарат, который мы получаем, не всегда настолько хороший, как при ТЭМ. Есть элементы фрагментирования, и если мы будем апеллировать к статьям, которые в европейских и японских журналах, в целом, по данным японских авторов, ЕЗД ничем не уступает ТЭМ. Но нужно понимать, что, во-первых, в Японии великолепно радует скрининг, у них очень ранние стадии, во-вторых, японцы настолько скульптурозно это делают, и у них эта школа эндоскопии на очень высоком уровне. Тем не менее, чтобы прекратить эти споры и перестать говорить, что лучше, что хуже, я хотел бы все-таки показать из нашего последнего вебинара. Это профессор Спинелли. Месяц назад у нас был большой вебинар, посвященный сфинктеросохраняющим операциям при раке прямой кишки. Час вебинара заняло видео, которое он продемонстрирует, которое мне показалось интересным. Мы сейчас тоже пытаемся разработать, понять и внедрить на нашу практику. Это комбинация усилий эндоскопистов и усилий коллективных хирургов. Дело в том, что в чем основная проблема? Если мы делаем ТЭМ, и там пришел ТЭМ-2, мы понимаем, что... Ну, об этом вы подробно расскажете, но если рассматриваться вариант хирургического лечения, мы имеем уже дело с нарушенными слоями, и особенно если близко к анусу, то прямо за мышечным слоем уже у нас тазовое дно. И выполнить потом радикальную резерцию неповредиваться, очень сложно. Что мы имеем, когда мы делаем ЕСД, мы получаем только слизистую. И получив это только эту слизистую, не всегда мы тоже точно можем сказать диагноз. Так вот, вот эта комбинация этих двух технологий позволяет взять, забрать слизистую и частичку мышечного слоя кишки. Таким образом, здесь используются одновременно усилия эндоскопистов, но чисто делать ЕСД, особенно при большом опыте, занимает от 3 до 5 часов. А здесь, получается, через один и тот же пункт заводится эндоскоп и используются инструменты для трансфональной эндомикохирургии. И если вы запасетесь терпением, я попытаюсь это перевести, в принципе, видео занимает около 5 минут, полная версия выложена у нас на канале. Ну, получается, что вот, скооперировав усилия эндоскопистов и помогая ему инструментами для эндоскопиохирургии, мы можем получить быстрее и более качественный препарат. С захватом не только следствия по следствиям, но еще и частички мышечного слоя. В результате, если по гистологии нам придется, что это оккульт Т2, у нас есть сохраненная часть мышечного слоя, которая позволит сделать ТМС без нарушения границ резекции. Вы можете видеть, как обычные инструменты для лапароскопии помогают эндоскописту более быстро и более четко выполнять то, что он делал бы один, используя только один многоканальный эндоскоп. Здесь получается, что эндоскопист помогает хирургу, и одновременно хирург помогает эндоскописту. Я думаю, это одна из вариантов того, вы можете видеть, как эндоскоп заводится через этот порт. Вместо того, чтобы постоянно спорить с эндоскопистом-хирургом, вот можно так собраться в одном декроскопе и делать работу вдвоем. Более того, благодаря технологии ушивания, мы уходим от технологии клепирования, которые используют эндоскописты. Это также ускоряет саму операцию. Здесь достаточно большая обхорь бельозной аденома занимает 360 градусов всей окружности, и в конце у этих препаратов – это формально половина амбулы выкишки. Вы видите, как конечный этап, и вот то, что эндоскопист делал бы за счет, сейчас ушивается по стандартной технологии, как мы все и делаем, если кто занимается темпом. То есть эндоскопистам без этой помощи всегда было сложно свести края, вы видите, что диастаз там около 3-4 сантиметра. И формируется формально первичный анастомоз, ну, где-то в три четверти. Вот сам препарат, насколько большой, и сантиметра на всю объем амбулы выкишки. А вот это, когда… Предыдущее видео было только я здесь со стензохирурга, а это видео уже, когда идет и часть мышечных слоев препаратов, с частичкой мышечного слоя под слоем, находящимся. Это в также открытом доступе, это статья 20-го года, но было очень интересно это услышать, потому что они всегда боятся время что-то читать. Вот на вебинаре, в принципе, нам показалось это интересно, чтобы поделиться с вами. Часть будем уговаривать на скопистов, чтобы подходили к новой корсу, либо мы не поймем. Вы видите, как часть мышечного слоя забирается на препарат, при этом часть его сохраняется. То есть в случае… Если мы получим по патоморфологии не то, что можно дарить, о чем будет говорить следующий докладчик, Юрий Васильевич, то там уже нам будет легче оперируть. Потому что нет нарушения свою. То есть вы можете осуществить, если это см3 или нет. В то время вы не можете делать это с ESD. И второе, в случае нефабиления, то самое, о чем вы будете говорить, что если вдруг придет не та патоморфология, которую мы ожидали на этапе диагноза, сохраненный мышечный слой, позволит нам все сделать операцию с большим качеством. Вот так. Ну, это уже, наверное, ближайшее будущее, которое скоро до нас дойдет. Да? Ну, пока этого у нас еще в России нет. По-моему, в Европе этого еще нет. Это пока еще только разрабатывается. Потому что когда-то в будущем, через небольшое отверстие, все-таки мы заведем уже 4 самостоятельных инструмента и что-то будем делать. В целом, я хотел бы благодарить вас всех за внимание. Если есть вопросы, наверное, мы после вашего доклада можем сделать короткую дискуссию. Наверное, все. Ну, не знаю, если кому-то интересно, вот это видео того, как все происходило бы идеально. Ну, это вот случай для начинающих, если кто-то только собирается закупить оборудование. Вот это те самые пациенты, которых, наверное, с которых, наверное, стоило бы начинать эту процедуру. Нужно видеть, как мы четко видим свой мышечный, поднимем изектальный жир. И вот четко свою не надо захватывать жир препарат с помощью обычного монополярного крючка и обычного зажима. Чем удобны инструменты производителя? Что они имеют загнутые концы, что позволяет загнуть вниз, потому что аппарат работает только на 6 часов. Если у пациента опухоль на передней стенке, мы должны его уволить на живот, скажем так. А B-Port позволяет работать на все 60 градусов. Но если вы работаете B-Port, то у вас должен быть хороший камерамен или камеровумен. А здесь вам не нужен второй стенд, поскольку у вас камера фиксирована, вы один самостоятельно работаете. Главное, вовремя двигать аппаратом. Дальнейшее ушивание, я думаю, можно опустить. В принципе, те, кто занимается этим, прекрасно знают, как это делать. Вот там стандартный нить филок. Мы ушиваем и при больших дефектах посередине сводим края, потом нить справа и вторую нить с другого конца наоборот. Я тогда сяду, пускай видео пока идет, а вы будете готовиться к следующему докладу. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальнейшее видео Мне подскажет что-то. Не включает. Дальнейшее видео Дальнейшее видео Дальнейшее видео Дорогие друзья, коллеги, я хочу поблагодарить компанию Шторц за предоставленную возможность выступить в этой аудитории. Прекрасный день. Как минимум, та проблема, которую я озвучил на слайде, когда я готовился к докладу, я ответил на те вопросы, которые звучали у меня в голове, на которые я не имел ответов. Может быть, я надеюсь, что то, что вы сейчас услышите, будет полезно и вам. Есть ли место для транссональной эндоскопической операции для опухоли прямой кишки за пределами Т1? Понятно, что мы говорим, сейчас наша сессия посвящена транссональной эндоскопической хирургии, и мы, конечно, говорим о раннем раке прямой кишки. Если коснуться к терминологическим вопросам, то ранний рак прямой кишки – это, согласно определению Консенсуса Европейской Ассоциации Эндоскопических Хирургов, это опухоли прямой кишки с благоприятным прогнозом. Это опухоль, которая может быть безопасной и радикально удалена с сохранением прямой кишки. И это опухоль, которая имеет минимальный риск локорегионального рецидива после местного иссечения. Ранний рак, он тоже разный, есть очень ранний рак и ранний рак прямой кишки. Отличие в том, что и в том, и в другом случае лечение мы начинаем с хирургии, но при так называемом очень раннем раке прямой кишки допустимы локальные сечения опухоли, в то время как для всех остальных форм раннего рака прямой кишки, которые для средненижнего отдела прямой кишки ограничены, СТ3А, СТ3Б, Н0 стадии, эта хирургия уже не в виде локального иссечения, а по понятным причинам выполнения ТМИЕ. Значит, если мы говорим о локальном иссечении, то клинически это должна быть поставлена Т1 стадия на основании магнитно-резонансной томографии ЭУС. И при обязательном соблюдении патоморфологических условий, это негативные вертикальные и горизонтальные края резекции, это высокодифференциальная карцинома, отсутствие лимфовоскулярной инвазии и глубина инвазии в подследовательную основу прямой кишки, не превышающая 1000 микрометров. Если один из данных параметров не соблюден, мы в обязательном порядке должны поставить на мультидисциплиной комиссии перед пациентом и перед собой вопрос о выполнении тотальной мезоректомектомии. Если говорить о локальном иссечении, то есть целый ряд платформ для выполнения этих операций. Есть жесткие платформы, к которым относятся платформа для трансональных эндоскопических операций фирмы Шторц. Есть банальное трансональное иссечение опухолей с помощью лонстрактора, томис методика, ЕСД. Все здесь прекрасно понимают, о чем идет речь. Мой опыт ограничен использованием платформы ТЭО. На слайде показаны преимущества и недостатки. Главным преимуществом относятся статическое изображение, использование монитора высокой точности, высокого разрешения стандартных лапароскопических инструментов и достаточно низкая стоимость самой по себе операции. Но недостатки, на мой взгляд, самый главный недостаток – это тот, который является ее преимуществом. То есть жесткость платформы не позволяет заглянуть вправо-влево, привлечь ассистента для визуализации, недоступных осмотра участков прямой кишки. Ну и укладка. Требуется особая укладка. Опухоль должна располагаться по нижней стенке кишки. То есть идеальное расположение, если этот пациент находится на спине, то опухоль должна располагаться на задней стенке прямой кишки. Плюс достаточно критичным, на мой взгляд, является расстояние от нижнего края опухоли до зубчатой линии, поскольку аппарату для Т необходимо заякориться, как я называю это, в прямой кишке. Ну, к явным преимуществам мини-инвазивных вмешательств относятся длительность операции, короткий послеоперационный койко-день, низкий риск послеоперационных осложнений. Однако, если мы говорим все-таки об опухолях Т1, высокого риска и Т2, это опухоли при локальном иссечении с очень высоким риском локорегионального рецидива, который превышает риск рецидива после тотальной мезоректомектомии в три раза. В связи с этим, по сути, если мы посмотрим на сегодняшний день все существующие рекомендации, это и национальные наши рекомендации, и рекомендации Национального противоракового союза США, все эти организации рекомендуют при опухолях категории Т2 выполнять тотальную мезоректомектомию, никакой речи о локальном иссечении не идет. И на этом мы могли бы закончить нашу встречу. В общем-то, все понятно, нет никакого места для локальных иссечений при Т2 опухолях, но дьявол кроется в деталях. Когда мы все-таки можем столкнуться с ситуацией локального иссечения опухолей категории Т2? Во-первых, это ошибки предоперационного стадирования. Вторая ситуация – это отказ пациента, категорический отказ в той или иной ситуации от большой операции. И третья ситуация – это когда мы отказываем пациенту в большую операцию ввиду коморбидного фона пациента. Что касается, да, сегодня это эра МРТ и эндоректального УЗИ, мы безусловно верим этим исследованиям, понимая о том, что это оператор ориентированный теми менее методики. Ну вот посмотрите, что это за цифры. Вот точность МРТ диагностики ранних опухолей прямой кишки – это очень серьезное исследование. Нидерланды – 5,5 тысяч включено в исследование пациентов с ранними опухолями прямой кишки. Точность магнитно-резонансной томографии при диагностике СИТ2 опухолей прямой кишки, Т2 опухолей, едва превышает 50%. Казалось бы, эндоскопическое ультразвуковое сканирование должно нам помочь, а ситуация не намного лучше – 6,6%. Из этой же группы больных нидерландцы взяли только больных, которым уже выполнили локальное иссечение. Обратите внимание, по данным МРТ, среди ПТ2 146 опухолей прямой кишки стадия была занижена до СИТ1 у 66%. То есть у 45% исследователей из Нидерландов ошиблись в диагнозе в сторону уменьшения стадии. То есть они сформулировали показания к локальному иссечению на основании МРТ данных, а это оказалась опухоль ПТ2. Добавив ультразвуковое исследование, ситуация не улучшилась, а ухудшилась. Занижение стадии при условии использования двух методов исследования произошло у 59% пациентов. Кроме того, ситуация… Мы вообще можем пойти на иссечение, считая, что речь идет о доброкачественном опухоли, окажется рак. В 44% ПТ1 и 30% ПТ2 опухоли изначально ситуация расценивалась как доброкачественная. Ну и так получилось. Мы столкнулись с проблемой, мы выполнили, сформулировали показания. Идеальная ситуация. Опухоль в 5 см от зубчатой линии, 2 см в диаметре. По эндоузии МРТ это опухоль категории Т1. Иссякаемая, оказывается, опухоль ПТ2. Что делать? Есть три пути. Ничего не делать. Отдать пациента на лучевую терапию. Ну и прооперировать его. Значит, наблюдение. Адювантная химиолучевая терапия. Если это операция, то она называется завершающая. Тотальная мезоректомектомия. Есть еще опция для селвич-хирургии. Если будет время, я о ней поговорю. Ну, просто наблюдение. Ситуация опасная и на сегодняшний день неприемлемая. ПТ2 опухоли, 5-летний риск рецидива. Это расчетные показатели 30%. То есть у каждого третьего пациента в течение 5 лет, у которых истекли опухоли, она оказалась ПТ2, развьется локорегиональный рецидив. А это уже фактические данные, 26 рецидивов в течение 3 лет наблюдения за пациентами с ПТ2 опухолями. Поэтому наблюдение – это самый неоптимальный вариант. Он возможен только в случае отказа, если у пациента имеется какой-то запредельный такой декомпенсированный коморбидный фон. Но есть еще опция так называемого взвешенного решения хирурга и пациента. Это достаточно серьезное исследование, работа американских и новозеландских коллег. Они проанализировали, провели мультифакторный анализ всех факторов риска, извините за тавтологию, развития рецидива после локального иссечения опухоли трансонального прямой кишки. И оказалось, что значение имеет только глубина инвазии по понятным причинам, наличие лимфовоскулярной инвазии и максимальный размер опухоли в диаметре. И вот посмотрите, все-таки есть узкая категория пациентов категория ПТ2 без лимфовоскулярной инвазии. А мы на этот вопрос сможем ответить, изучив, выполнив патоморфологическое исследование удаленного препарата. Риск рецидива при опухолях менее 2 см составляет 10%, что в общем-то более-менее приемлемо. Таким образом, если мы говорим о взвешенном решении, это либо категорический отказ от пациента или такой серьезный коморбидный фон для опухоли категории ПТ2 меньше 2 см в диаметре при условии отсутствия лимфовоскулярной инвазии, наличие высокодифференциальной опухоли, удаленной в объеме Р0. Наблюдение должно быть достаточно жестким в первые 2 года, хотя корреляция не прослежена между качеством наблюдения за больных и отдаленными результатами. Что касается лучевой терапии, одевантной лучевой терапии, по логике вещей, эта терапия должна усилить локальный контроль за областью оперативного вмешательства, поскольку точка приложения – это тоже мезоректальная клетчатка, наличие микрометастазов. Мы ожидаем, что, наверное, в этой группе больных должно быть меньше рецидивов. А вот как выглядят не наши ожидания, а наши реалии. Значит, Мемориальный онкологический центр Слона Катерина, США, Нью-Йорк. 30 лет наблюдений с 1969 по 1996 год 125 пациентов включили в исследование, из них 74 пациента с Т1 опухолями и 51 пациент с Т2 опухолями. Оказалось, что рецидив в категории Т1 опухоли развился одинаково часто у 17% в той и другой группе, имеется в виду пациентов, получивших лучевую терапию и не получивших. Это ретроспективный анализ, конечно. И при Т2 опухолях 28 и 24% не было прослежено никакой связи между проведением адювантной лучевой терапии и ее непроведением в отношении локальных рецидивов. Единственное, что обратили внимание авторы, что проведение послеоперационной адювантной лучевой терапии на один год отодвинуло рецидив у этих пациентов. Исследование проспективное, серьезный центр, это National Cancer Center Hospitalist Япония, одно из ведущих центров по мини-инвазивной хирургии в Японии. Вот в этом департаменте колоректальной хирургии я был, ведущий центр по выполнению трансональных ТМИЕ. Они провели исследование, оно одноцентр... вернее, там 10 центров участвовало, но без группы сравнения. Группой сравнения выступали 157 пациентов, которым выполнили ТМИЕ. А в свое исследование они включили 61 пациент с Т1-Т2 опухолями, если это речь шла о Т1 опухолях, это опухоли высокого риска рецидива с глубиной инвазии больше 1000 мкм, с наличием лимфовоскулярной инвазии и низкодифференцированной динокарциномы. 57 пациентов было с Т1 опухолью и развился всего один рецидив. Если вы посмотрите, локальный рецидив возник всего у одного пациента с 571 опухолью, это 2%, что было сопоставимо с частотой рецидивов, тоже 2% после этой выборки из 157 пациентов, которым по поводу таких же стадий выполнено ТМИЕ. К сожалению, группа больных с Т2 опухолями было всего 4 человека, один рецидив. В заключении они смогли дать только по Т1 опухолям, считая, что добавление лучевой терапии при такой категории пациентов с неблагоприятными прогностическими характеристиками может положительным образом повлиять на частоту рецидивов после таких вмешательств при определенных преференциях в плане качества жизни. Еще одно исследование, американское одноцентровое, ретроспективное, из 92 пациентов было 17 пациентов категории Т2 с одевантной лучевой терапией. И в группе Т1 они тоже включили, по-моему, сейчас, да, и в группе 4 пациентов, всего 21 пациент, которым провели одевантную лучевую терапию после локального иссечения. И оказалось, что пациенты с неблагоприятным Т1 и 0 раком прямой кишки, а также пациенты с Т2 опухолями прямой кишки, ТЭМ в сочетании с послеоперационной лучевой терапией дают результаты аналогичные тотальной мезоректомектомии с улучшенными показателями в плане сохранения сфинтера. Это работа известная, хорошо, очень своими авторами в нашей стране. Здесь и Светлана Балясникова, и Перисты Кис, и Джина Браун. Это работа из Hospital Cancer Royal Merchant Hospital Rectal Cancer Center Великобритания. Проспективный анализ их базы данных. 2006-2015 год за 10 лет в этот анализ они включили 34 пациента, которые отказались от большой хирургии, имея либо Т1 опухоль с высоким риском или крайне высоким, либо Т2 опухоль. Что оказалось? Что трехлетняя выживаемость биппрогрессирования в этой категории больных составила 85%, а общая выживаемость 100%. У 22 из 24 пациентов, отказавшихся от операции, с небольшой опухолью, которым бы потребовалась экстерпация прямой кишки, эти пациенты избежали радикального хирургического вмешательства и остались здоровыми на протяжении трех лет. И вот очень важный момент. Пациенты из группы высокого риска рецидива, выбравшие лучевую терапию, в течение трех лет не имели ни прогрессирования, ни местного рецидива. В то время как пациенты, отказавшиеся от лучевой терапии, в 40% случаев имели местный рецидив. Но это ложка дегтя в это выступление мое. Южнокорейские исследователи все-таки проанализировали тоже Т1-Т2 опухоли. 68 пациентов с Т1 и 15 пациентов с Т2 опухоли. Оказалось, что все-таки пятилетняя безрецидивная выживаемость при Т1 опухолях составляла 94%, а при Т2 опухолях 73% у 4 из 15 пациентов группы Т2 в течение пяти лет развился локорегионарный рецидив. Если не лучевая терапия, то, возможно, завершающая ТМИ. Я всегда вспоминаю еще в бытной своей работе в НИИ онкологии имени Петрова профессор правосудов Игорь Витальевич. Он всегда задавал вопрос, а что вы после локального иссечения планируете увидеть в препарате? Что там будет, если выполнена Р0 резекция? Это вообще на самом деле такая информация больше к размышлению. Замазович, как вы думаете? Я думаю, что гораздо реже мы встретим какую-то резидуальную опухоль после Р0 резекции при удалении препарата. И всего в 27% случаев мы встретим Н-позитивные лимфатические узлы. То есть понятно, что определенную категорию больных мы перелечим, выполняя завершающую ТМИ. Что мы ожидаем от этой вообще операции? Что это будет труднее и дольше, что качество ТМИ окажется хуже. Возможно увеличится частота местных рецидивов, поскольку речь идет о препарат-ориентированной хирургии. Возможно будет больше конверсии, больше экстерпации прямой кишки. Когда оперировать? Ну вот коллеги проанализировали факторы, влияющие на качество хирургического препарата после локального иссечения. Оказалось, что негативными факторами прогноза, то, о чем мы выговорили, Замазович, является полностенная резекция, когда по сути происходит повреждение мезоректальной фасы в ходе локального иссечения методом ТМИ. Это дистальное расположение опухоли и интервал между первичными и завершающими операциями больше 7 недель. То есть все-таки, если выполнять завершающую хирургию, нужно выполнять в сроки до 7 недель, желательно. Очень интересная работа. Вообще нидерландцы, они такие в этом плане достаточно продвинутые, как я понял, товарищи. Шесть клиник за 15 лет они проанализировали, все-таки сравнили ТМИ с локальным иссечением и тотальной мезоректомектомией. По 40 человек в группе. Обратите внимание, это Т2 и Т3 опухоли, но это не просто пациенты, которым они, естественно, у них те же стандарты работают. ТМИ они выполняли пациентам с тяжелым коморбидным фоном. Это ОСА-3-4, по сути, пациенты с субкомпенсированной и декомпенсированной сопутствующей патологией. И средний возраст пациента 81 год был в группе локальных иссечений. Ну и естественно, естественно, ожидаемо частота локорегиональных рецидивов в группе ТМИ оказалась в три раза выше, чем в группе завершающей хирургии. Но когда при анализе статистическом из группы пациентам, которые получили только локальную и местную хирургию, убрали пациентов, умерших по каким-то другим причинам, и посчитали болезнь специфическую выживаемость, то есть выживаемость, связанную с прогрессированием основного заболевания и с местными рецидивами, и с осложнениями операций, то оказалось, что на правом графике вы видите, что кривые практически совпадают. На основании чего авторы сделали вывод о том, что больные в группе ТМИ погибали скорее не от прогрессирования основного заболевания, а от сопутствующей патологии. В остальном риск рецидивов был одинаков. 15 лет с 2001 по 2016 год. Это проспективное одноцентровое исследование. Здесь задача была изучить только непосредственные результаты завершающей ТМИ. Сравнили с первичной ТМИ у пациентов, которые не получали неодевантную химиолучевую терапию. Ну, где-то, наверное, ожидаемые результаты. Время операции длительное в группе завершающей ТМИ, где-то в среднем на 30 минут. Осложнений после завершающей ТМИ выше, чем после первичной ТМИ. А вот качество ТМИ статически значимо хуже в группе больных, которым было выполнено завершающая ТМИ после локального иссечения. Это первое исследование, посвященное не только, причем, посмотрите, это 2020 год, не только непосредственным, но и отдаленным результатом. Из 62 пациентов, которых прооперировали по поводу, обратите внимание, пожалуйста, по поводу опухоли, которая подходит под локальное иссечение, у 40%, то есть почти у половины пациентов, были показания к выполнению завершающей ТМИ. То есть это оказалась опухоль с глубиной инвазии больше СМ1, с наличием лимфофаскулярной или переневральной инвазии, либо это низкодифференцированная опухоль, либо была нерадикальная родинрезекция. С помощью случаев сравнили случаи контроля, взяли 40 пациентов аналогичных приблизительно, которым выполнена первичная ТМИ. Оказалось, что ни по времени операции, ни по объеме кровопотери, ни по осложнениям по качеству ТМИ, ни даже по частоте местных рецидивов пятилетней выжимасти разницы не было. Метаанализ мы так их любим, но здесь французы провели всего, оказалось, три отобранных для анализа исследования. Оказалось, что частота после операционных осложнений сопоставима, частота повторных вмешательств, правда, не уточнялась, каких выше в группе завершающей ТМИ. Однако качество ТМИ в группе пациентов, получивших завершающую ТМИ, оказалось неудовлетворительным у каждого третьего пациента, что наводит на размышления. Это тоже Нидерланды, 2021 год. Это самая большая на сегодняшний день выборка пациентов, в котором выполнили завершающую ТМИ и сравнили их с группой больных с первичной ТМИ. Это не проспективное рандомизированное исследование, это тоже случай-контроль. Ну вот, о чём говорят наши коллеги, о том, что завершающая ТМИ связана с большей частотой интероперационных осложнений, с большей частотой перфорации кишки рядом с опухолью, либо методом, местом предшествующего локального иссечения. Однако не связана с частотой конверсии на открытую хирургию, частотой послеоперационных осложнений, местных рецидивов и отдалённого метастазирования. Кроме того, завершающая ТМИ не является фактором риска экстерпации прямой кишки и, как ни странно, не является причиной большей частоты повреждения мезоректальной фасции. Чтобы всё-таки ответить на вопрос, что лучше выполнить адювантную химиолучевую терапию или завершающую ТМИ, был проведён такой анализ. Это тоже мета-анализ, это анализ публикаций всего, по-моему, из Амстердама работа. В результате проанализировано 14 исследований. В группу больных, получивших локальное иссечение послеоперационной лучевой терапии, вошло 405 пациентов. В группу больных локальным иссечением и завершающей ТМИ – 130%. Оказалось, что частота местных рецидивов в группе пациентов, которые получили… Ну, трудно сравнивать эти данные, это всё-таки разные исследования, но почти в два раза выше, чем в группе больных, получивших завершающую ТМИ. В связи с чем авторы пришли к выводу, что, несмотря на эту разницу в цифрах, результаты приемлемы и целесообразны инициировать рандомизированное исследование. В общем-то, оно стартало в 2015 году, результаты будут только в 2023 году, но группа больных с промежуточным риском локального рецидива рандомизируется на группу больных, получающих адювантную химиотерапию и группу больных, получающих завершающую ТМИ. Наверное, когда мы получим результат, у нас уже будет более-менее такой внятный ответ на вопрос, что всё-таки делать с пациентами, которые нуждаются в такой помощи. Ну и уже понимаю, что выходим за тайминг. По поводу терминологии. Есть понятие завершающей хирургии и селвич-хирургии. Оксфордская группа определила завершающую хирургию как операцию после локального исечения опухоли прямой кишки для завершения хирургического лечения первичной опухоли. То есть это то, о чём мы сейчас говорили. А селвич-хирургия – это спасительная хирургия, радикальная операция для лечения уже развившегося местного рецидива. То есть понятно, что после проведённой адювантной химио-лучевой терапии пациента может ещё развихнуть рецидив. И может так случиться, что вот эта вся ситуация окажется камнем преткновения. Проанализировав, оказалось, что действительно в группе больных, получающих селвич-хирургии, частота брюшно-промежностных эксерпаций статистически значимо больше, чем в группе пациентов, получивших завершающую ТМИЕ. Хотя частота местных рецидивов после завершающей хирургии сопоставима с частотой рецидивов при спасительной хирургии, также при сопоставимых показателях пятилетней выживаемости. Ну и несколько ещё цифр буквально. Среднее время до развития рецидива в группе спасительной хирургии – это 15 месяцев. То есть мы должны понимать, что выполнив местное сечение опухоли категории Т2, мы не должны выдохнуть в течение первого года, мы должны продолжить наблюдение, поскольку рецидивы развиваются и в течение второго и третьего года. И в 76% случаев рецидив имел локальный характер, то есть имел связь со стенкой кишки, поэтому первостепенно это пальцевое исследование, если опухоль достижима, в смысле место хирургического вмешательства достижима пальцем, либо выполнение гибкой ректосигмоскопии. Ну и в заключение, тотальная мезоректомектомия остаётся золотым стандартом лечения Т2 опухоли прямой кишки. В случае локального иссечения СИТ1-ПТ2 опухоли прямой кишки, завершающая ТМЕ на сегодняшний день всё-таки является операцией выбора, которая по своим непосредственным и отдалённым результатам сопоставима с первичной ТМЕ. Однако у пациентов группы риска оперативного вмешательства и пациентов, отказавшихся от большой операции, целесообразно проведение адювантной химио-лучевой терапии, поскольку тактика активного наблюдения у пациентов с ПТ2 опухолями чревата высоким риском местного рецидивирования. И допустимо наблюдение за очень узкой категорией функционально ограниченно-резиктабельных пациентов после локального иссечения Т2 опухоли прямой кишки при условии соблюдения следующих параметров, что это опухоль меньше 2 см в диаметре, высокодефинционная, при отсутствии периневральной и лимфовосклерной инвазии. Ну вот теперь все. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Евгений Васильевич. Вазмон Николаевич, вопрос? А кто делает ТЭЛ? А все закрывают дефекты? Или приятели закрывают? Нет, я закрываю. У нас, кстати, на этом вебинаре показали тоже обзор, что закрывание и закрывание – это одинаковое, но я всегда закрываю. А зачем то это? Ударение опухоли часто занимает 7 минут, а зашивание равное? Больше, да. Ну, не знаю, отпустить пациента с открытым… Вы все равно держите ему неделю? Нет, третий день выписываем. Три дня? Мы обычно ТЭМ делаем по пятницам, по деньг выписываем. Но с неушитой большой проекцией мезиктальной клетчатки отпустить больного на Дальний Восток, ни душа не ложится. Ваши случаи, это интересно, он же еще раз поступит. Можно еще раз автогаспоризацию? Мы так не можем сделать. Это входит все, что входит в осложнение. Нет, но при нижней локализации, в пределах пальца, да, можно сделать более того. Когда мы иссякали тогда еще после лучевой терапии, они все равно 50-40% расходились. Да, но когда мы берем… Мы сейчас с набором опыта стали брать на 12 сантиметров, на 15 сантиметров, по задней сантиметров, по задней сантиметров, на 18 сантиметров, да. Нет, по передней нет, по задней, да. И поэтому здесь не ушивать риск высокий. Мы, Бадмир Владимирович, тоже сталкиваемся ровно с такой же ситуацией. Также в половине случаев этот шоу расходится, также дефект. Плюс еще ушивание чревато каким-то интероперационным кровотечением бывает, да. Это неудобно, это нить-вилок, как правило, пробовали мы использовать различные инструменты для ушивания дефекта. Но как-то, знаете, вот мне с точки зрения… Вот Алексей Михайлович прекрасную лекцию прочитал сейчас касательно хирургии колоректального рака. Вот, ну, чутка, да, чуйка какая-то у меня есть. Я вот как-то склонен к тому, чтобы ушивать дефекты. Но мне как-то вот как хирургу приятнее оставить пациента, да, спокойнее с ушитым дефектом. Хотя они также действительно лихорадят. И, наверное, бы тоже можно было бы, вот если бы знать заранее, к этому вопросу подготовиться, когда посмотреть литературу, и мнение «Не ушивайте вообще», да? То есть… В 2009 году, благодаря компанией «Шпорт», прошел обучение, он тоже спрашивал в испании, «Ушивает ли, не ушивает?» И он так вот, серебряные бобышки, все такое. Нет, профессор Сьерра отцел, он ушивает всегда. Вопрос в том, что если делать там небольшое образование до сантиметра, там дефект будет на 1 треть, это можно. Мы сейчас вышли на то, что мы циркулярный на самом деле ставим. Там дефект огромный, да, поэтому его оставить… Даже, кстати, бобышка в сантиметрах, только получается… Три. Да, три. Да. Даже больше раз и ползает. Ну, честно говоря, с набором опыта, ну, 20 минут лишних потратить можно, но… Больше? Больше. Ну, может быть и больше, но в масштабах операции пятичасовых эти 30 минут большого значения не имеет. Ну, ушиваешь, и если пациент не обученный, то расхождения практически не бывает. А еще у нас часто превышка, высшая расположена опыта. Ну, просто у нас формат был такой, что есть видео, когда мы соединяемся с бюшной полостью, тогда процесс ушивания вообще должен быть идеальным, чтобы… И мы ведем без стомы, да. Ну, это все индивидуально на самом деле, ну, вот чисто вот интуитивно я ушиваю, вот Юго Сиджи тоже ушивает. Ну, это несложно на самом деле ушить, ну, как-то спокойнее. Мы просто обычно ТЭМ делаем в пятницу и выписываем в понедельник. И, наверное, у меня нет таких больших финансов, как в некоторых центрах. У меня не ТЭО оборудование, а я делаю через Силспорт. Нет, вот я всеми пользовался стойками, Юрий Васильевич Васильевич тоже, да, вот пока что удобнее ШТОРС, ничего не придумано. Есть, он есть, и есть лишний финанс. Ну, совсем по-другому. Клинчинг, узкий диаметр, вы не можете добиться той результации, вам нужен камер, поэтому вы не шьёте. А если у вас была бы установка ШТОРС, вы бы шили бы и получали бы удовольствие от этих процедур. Да? Да, да. Плюс ещё такой вот момент, и заканчиваем. Заканчиваем. В плане, перейдя из одного лечебного учреждения в другое, да, я в городском диспансере тоже стал применять эту методику. И кривая обучения, понятно, для хирурга она одна, но здесь есть ещё и операционная сестра, ассистенты. И вот мы практически сходу на ТЭО, да, то есть, ну, вчера достали этот набор, простерилизовали, сегодня прооперировали. То есть, это тоже немаловажный фактор, когда не надо там приноравливаться, как-то отрабатывать бригаду, да, то есть, ну, поскольку ты один работаешь, ассистент не нужен, инсуфлятор обычно используется, инструменты обычные, иглодержатель обычный. Ну, и в плане дискуссий, буквально минуту мы сейчас закончим тогда, вот, чтобы не получить Т2 при диагностике Т1, вот та методика, которую вот предложил профессор Спиннеля, гибрид эндоскопистелия, наверное, была бы удобной. Да. Вот вы продемонстрировали кучу исследований, Нидерланды и многие другие страны, страны населением, территориям внескольких раз меньше, чем Россия, но они умудряются 6-800 скопировать, дать как результат. Вот ту же самую методику, вот, комбинации ESD с темп, мы могли бы скопироваться, набрать материал и понять. И тогда, уже даже получив Т2, но мы понимаем, что мы имеем ненарушенные границы резекции, можем делать завершающие ТМС с качественным препаратом. Все, мы заканчиваем. Спасибо. Спасибо.